В паралимпийских играх в Сочи Вадим Галыгин, Олег Бойко и Александр Любимов расскажут, кто настоящие герои нашего времени Добрый вечер, уважаемые зрители и телезрители Мы всё ещё в Сочи Мы всё ещё с вами Хотя паралимпиада уже закончилась Но наш паралимпийский проект вот заканчивается При таких результатах нельзя заканчивать Паралимпийский проект никогда Олег Бойко и Вадим Галыгин вместе с нами Сегодня здесь в Сочи Добрый вечер Как будем продолжать? Я думаю, что надо каждый год такие игры теперь устраивать Просто по-другому называть Паралимпийская универсиада И в разных городах Да, паралимпийская в разных категориях В разных возрастных категориях Потом в каждом субъекте федерации Есть чем заняться точно Ну, конечно, церемония была Мне из всех четырёх Вот она больше всех понравилась Вот эта, которая была? Которая завершила, да Которая завершила Во-первых, я понял наконец всё Потому что там бумажки же дают такие А, мы забыли представить Александр Любимов Человек, который понял А ещё мне понравилось Что представитель этого Международного паралимпийского комитета Сказал, что это лучшие зимние игры Которые когда-либо были Вообще лучшие игры А вот я предлагаю аплодировать Вообще лучшие игры сделали Вообще лучшие Ну, лучшие Они во всех отношениях лучшие Потому что, во-первых, город, доступная среда Полностью был готов, да Во-вторых, по вот этой вот массовости Масштабности А ещё паралимпийские игры Переплюнули по количеству проданных билетов Да, все говорят, что Хотя вроде бы в других странах Ну, типа цивилизованных Терпимость людей По мнению этих стран цивилизованных Ну да И как бы они, по идее, должны ходить Все спортсмены, с кем я разговаривал Говорят, что зрители всегда там меньше Что чиновники приходят там Ну, там всякие младшие тренеры Старшие массажисты сидят Но они не хлопают А здесь реально пошёл народ Народ болеет активно очень И очень зрелищно всё получилось И очень эмоционально И не по национальному, кстати, принципу Да, болели Поддерживали американцев и русских Поддерживали, да, именно Была такая атмосфера Именно спортивная Абсолютно Соревновательная Такая вообще Очень здорово была Доброжелательная была Доброжелательно, очень А я вчера, когда шёл на закрытие Попал, как раз шли сборные И прямо народ столпился Не пошёл пока на свои места Это было минут за 40 до начала И идут сборные Они все стоят, им аплодируют В общем, так тоже Американцы до утра аплодировали Вон в отеле у нас Я вам могу сказать, что когда Всё закончилось И все шли обратно И пошёл дождь То ругались все очень интернационально Каждый на своём языке Это было тоже такое Сплочённое такое Разная речь Разная речь Было понятно вообще Где идут французские Американские болельщики То есть вот Ну такой Где наши, конечно Было понятно Итак, первый бой Человек, который Сделал вообще невероятное Он герой Большой буквы Мегагерой Там всего времени Вообще Абсолютного времени Шестикратный Чемпион Роман Петушков Роман Петушков Роман Петушков Роман Петушков Это он Привет Здравствуйте Роман Вот, наконец-таки Заманили мы Романа к нам Потому что Не знаю Это вот как Гагарин Наверное Он слетал в космос И потом пошёл И там, и сям И, наконец-таки У нас в программе Давайте ещё раз Поаплодируем Долго заманивали Роман Мы вот К нам часто приходят люди Которым удается Посмотреть эти замечательные Церемонии В сообществе С Владимиром Владимировичем Путиным И они все с ним общаются Про разное И они нам рассказывают Расскажите нам, пожалуйста О чём вы говорили с президентом? Мы с ним разговаривали про горные лыжи Да ладно? Да Он поражён, как они катаются С такой скоростью 140 км в час На бабах Сидячий Но он тоже катается же Ну да Я говорю, я тоже хочу попробовать Не Ирин Сан Наш тренер, да? Старший Перед Олимпиадой Не давал мне эту возможность Реализовать Потому что у меня все друзья катаются А я всегда остаюсь с фотоаппаратом И их фотографирую Знаю, как обычно Никому не нужный Никому не нужный Я тоже хочу покататься Я раньше тоже катался на горных лыжах Неравенство такое Дискриминация Он мне сказал Я тебе не советую 100% Я говорю У меня там позвоночник ещё Операцию делал Где Женя Плющенко Позрали Ездил Говорит, ой, тем более 100% 1000% Говорю, что не нужно делать Я говорю Хорошо, я не буду это делать Роман, а вот всех больше всего Интересует вопрос Потому что есть слух Такой устойчивый Что вчера не первое место Было занято специально Потому что, чтобы дать дорогу Каким-то, ну, молодёжи Может, есть такое дело или нет? Нет, конечно Это последнее Или боролся Я не слушаю никого Если я делаю дело, я делаю до конца Не получилось чуть-чуть Свои нюансы Нормально Не может же быть всё время Было бы подозрительно Поменялась структура снега чуть-чуть Не угадали со смазкой Можно сказать так Удавалось хотя бы дух перевести Ну как, свободное время Это же на каждую гонку Надо настроиться и восстановиться Зелёный чай, может, какой-то секрет есть Расскажи, как восстанавливаться вообще Такое количество раз, чтобы победить У меня такая маленькая история Три года назад, когда Владимир Владимирович был премьер-министром В Сочи гостиница Парус, да, где мы проводим сборы Он приезжал посмотреть, как доступность для инвалидов Я должен был ему там, ну, рассказать Мы встретились с ним Он мне пожал руку и сказал Ром, надо справиться с Сочи Хорошо будет сделано И вот это его слова Три года подряд Я, выходя на тренировку, всегда их вспоминал То есть у меня уже настрой пошел Три года назад начался Надо чаще На эту Паралимпиаду Чаще, чаще, чаще Это как приказ Вы как-то в одном из интервью Это очень важный в нашей программе Собственно, смысл того, что мы делаем Пропагандируя вас, Паралимпийский спорт Мы говорим о том, что трудности в жизни Они иногда помогают даже И вот у вас в одном интервью Меня очень просто поразило Травма изменила вашу жизнь к лучшему Вы говорили это? Что после травмы у вас появилась цель, которой не было раньше Расскажите поподробнее, как это происходит В момент, когда человек попадает в такую совершенно трагическую ситуацию Да я не считал, что я попал в какую-то трагическую ситуацию Я вообще об этом не думал Мне единственное, маму жалко было Что она со следами в больницу приходит, плачет Я попал как раз в аварию в то время Когда закончились игры в Турино Мне говорят, Ром, смотри, ребята, паралимпийцы За золотые награды Там тоже ног нет Видишь, какие молодцы Я говорю, да я не инвалид, отстаньте от меня И все, как бы Не надо мне об этом говорить Сейчас я в этой команде И через сколько ты попал в эту же самую команду? Я попал буквально через полгода уже был в команде Ты считаешь, это судьба или это все-таки Вот именно с такой привычкой доводить дело до конца? Раньше была как-то обыденная жизнь Я не стремился ни к чему Не загадывал, ничего не планировал в жизни Так получилось Понравилось, втянулся Поначалу не нравилось Я никогда не думал, что я буду спортом заниматься новоносливостью Я в детстве ходил во всей секции Мальчишка был И росли на улице Карате и дзюдо там Везде интересно было Хоккей Пробыл лыжами заниматься Тяжело мне было Футболом пробовал тяжело Но новоносливость никак Горный классно А получил совсем наоборот После травмы все изменилось кардинально И начал новоносливость заниматься Поначалу было тяжело, но втянулся Начали повышаться результаты И понравилось А сроком они тренировки занимают? Ну это же огромный, колоссальный труд Мы последний раз в ноябре были дома Мы заезжали на недельку Так на пять дней Заэкипироваться Нас заэкипировали в Москве перед Олимпиадой Повидаться со всеми быстренько Быстренько, да А вот вы маме почему Сказали болеть за вас дома А не ехать сюда Я знаю, что она переживает Дома это переживание А тут еще вот эта атмосфера Мне кажется, тут сложнее Да и тебя бы, наверное, отвлекало Сергей Шилов, да, мне сегодня сказал Лучше бежать, чем переживать Чем болеть за вас Хорошо Хорошо А вот для кого это все-таки ты это делаешь? Это естественный процесс? Или это для родных? Или это для страны? Или это для близких? Я думаю, везде по чуть-чуть В одно целое сложить И ответственность перед страной И себе доказать И маму сделать счастливой Одна медаль в стране Одна маме Одна себе А ты для кого это делаешь? Так получится Маме посвятила, да, первую медаль Да? Нет, а ты для кого? Мне кажется, интересно Ну я же не спортсмен Подожди Все равно мы же говорили про то, что Ну хорошо, вот про спорт Преодоление 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 Достижения Сейчас подожду Другое, Саша Ну я То, что я делаю Я считаю, что Любой бизнесмен Я прежде всего Все-таки бизнесом занимаюсь Да? Он создает Ткань цивилизации Вот То есть он создает что-то Что потом люди используют Какие-то заводы Пароходы Это же все полезные вещи, да? Это куда-то идет вперед Это создает рабочие места Это движет куда-то вперед прогресс Да? То есть, в общем Я вот радуюсь от того, что Я что-то создаю Это созидание Криэйтор Мы с Пар... Роман Мы тут спрашивали В чем секрет Да, спасибо за ваши аплодисменты В чем секрет успеха все-таки Нашей паралимпийской сборной Ответ был один парадоксальный Кто же нам рассказал Это не помню Кто-то из гостей Что поскольку у нас Такое ужасное отношение Вообще К людям с ограниченными возможностями То вот на этом Преодоление Такие... Мы нас тут уже Не, ну так много Сейчас, если в городах Сделают везде безбарьерную среду То уже мы не будем выигрывать Паралимпиады Как в Америке Будем, еще не будем Русский народ Он и есть русский народ Ну а секрет Это национальный характер Дело не в барьерах Видишь? То есть секрет национальном характере Доступность У нас доступность сборной У нас нет никаких преград Нам и спонсируют, да? И помогают наши школы И мы едем на сборную Все проплачивает И тренируемся в хороших местах Нет, это уже Сила духа русская Должна присутствовать То есть ничего не отвлекать Настроился все Побеждать Хороший тренер Хороший тренер Как Громова Она просто легенда Если у нас в армии были бы такие Да, полковники, как она У нас был бы в порядок Вы, может, даже не застали Как она начинала Она купила какой-то микроавтобус Они ездили по чемпионатам Микроавтобусы это уже шикарно У них до микроавтобуса, по-моему, еще... Он рассказывал, они поехали покупать микроавтобусы Купили снаряжение, оборудование Мы свои деньги все поднимали Это невероятная история Искали спонсоров, да, где-то кто-то Дайте, подайте А у меня такой вопрос Вот сейчас под прицелом журналистов Да, сейчас вот интервью Там-сям, все это вот полосы газет Интернет, все, интернет пестрит Вот эта нарастающая популярность, да Которая, ну, не знаю Каждый по-разному к этому относится Вот мешает, помогает Хочется это ощущать Или же все-таки это такой сложный момент Потому что это такие вот есть моменты Так называемые звездные болезни Какие-то вот вещи, которые меняют судьбу человека настолько Что потом, ну, как-то невыносимо с этим жить Вот сейчас какие ощущения, когда это только началось? Для меня более положительные, как бы, эмоции, да По этому поводу Мне кажется, это утраивает силы, а не удваивает А негативных просто на них, как бы, меньше, да Ну, и внимания не нужно обращать Люди разные пишут многое хорошее, многое плохого, да, как бы Ну, безусловно На хорошее внимание можно обращать, а плохое просто выкинуть из головы, не обращать внимания Двигаться вперед и... А если кто-то что-то там напишет, мы аплодисментами все это перебьем Потому что... Все вперед Ну, к сожалению, у нас журналистика-то хромает в стране Атмосфера приятная, шикарная просто И поддержка зрителей, это просто нечто Особенно, когда гонку пересматришь, видишь, это все Когда подходят мужики, да, взрослые, там, с флагом написано «Петушков номер один» И у него осипший голос Я говорю, что с голосом? Говорит, я уже пятую гонку за тебя болею здесь Да, да, да У него просто нет голоса Опять возвращаясь к вопросам людей с некоторыми физическими сложностями Вот ты в юном возрасте столкнулся с этой проблемой Вот молодежи как? Есть какой-то особенный совет специальный? Подумай, что ты можешь молодым людям посоветовать, которые в такой ситуации? Потому что взрослым все-таки проще, они уже как-то состоялись, может быть Ну, почему с юношками? Я 28 лет был, я столкнулся с этой ситуацией Ну, я раньше не понимал, я смотрел, даже подразнил иногда У нас был интернат там, я ходил Где Вовка Киселев, вот у нас тоже параллимпийский чемпион, да? Турин двукратный Он в этом интернате был Дразнил ходил Ты просто не застал к нам, приходил Дима Яцков Который рассчитал программу жизни на несколько сотен тысяч лет На 20 тысяч лет, да Поэтому мы еще тут такие, дети все Посоветуй, ну что посоветуй, искать Если один уже как бы, да, не знаешь, что делать Ну, нужно найти таких же друзей, допустим, да, общаться, начинать как бы Новый круг общения Новый круг общения, да, он все равно выведет куда-то, да? Зацелился на что-то Не понравился этот круг, поменял Ну, на другой круг, да, общение Отбросить все мысли посторонне, психологически расслабиться просто Я не знаю, как это объяснить, это у каждого индивидуально происходит Тяжело людей настроить и что-то говорить, чтобы они, да, донести, чтобы они так, ну, делали, как я, допустим, сделал, да? Но все-таки любить жизнь, она у нас не такая длинная и стремиться достойно ее прожить Не обращать ни на кого внимания, ни на какие сплетни, ни на какие негативные там разговоры Все, перечеркайте и вперед Опять новая формула у нас Каждый год новая формула Каждую программу, да, каждую программу мы просто, ну, Олег задает, да, такой вопрос Искать, искать единомышленников и общаться Первое, да, ни в коем случае не сдаваться и идти до конца, да, и не обращать внимания ни на какие сложности и добиваться своего Я думаю, сейчас, после нашей Паралимпиады, да, больше людей выйдет на улицы, да, с ограниченными возможностями Они просто боятся, да, дети ходят, ой, мам, говорю, у дяди ножек нету, да, но родители должны уже, как бы, прививать детям, да, объяснять дома Мы тоже об этом говорили, что с родителями Я вот иду на протезах, я хожу на протезах в шортах летом, ну, у меня такие они нормальные, компьютерные Я, как бы, ну, вот фотография как раз, я в шортах Вот так я хожу по улице, идет ребенок с мамой, ой, мам, смотри, дядя или робот, интересно Вот это приятно слышать Хотелось бы, чтобы родители объясняли детям, что они не одни такие, да, что есть люди такие же, но они не могут, как бы, ходить, передвигаться, как, допустим А ты вот себя увереннее чувствуешь вот так или когда передвигаешься? Я просто не стал сейчас одевать протезы, потому что я на позвоночнике операцию делал Тяжело, да? Год назад, но да, чтобы искривления не было, я сейчас ни на какие сборы вообще не брал протезы, они меня дома ждут И ты вот с этим еще тут и все это участвуешь? Еще на лыжах ему пустить его кататься 140 километров? Думаю, я хожу на протезах всегда, но на коляске только дома, сейчас дома прихожу, снимаю, а на сборах, чтобы не травмироваться, лишний раз искривления не получать, я уж на коляске паралимпиад закончил, сейчас можно уже походить А сейчас ты отдых, да? Таиланд Таиланд, да? О-о-о! А там, кстати, там доступная среда в Таиланде В каком смысле? Ну, вообще-то, на пляр заехать У меня там много друзей, там помогают, кататься там удобно, там много лестниц, там много, везде можно пропасть, или нет? Там доступность не очень, конечно, но они помогают, они помогают, тайцы, они такие приветливые люди, если они видят, что тебе трудно, они возьмут, тебе помогут Там и все помогают, иностранцы, и русские, они всегда помогают, особенно в хорошем настроении, когда А так много друзей ждут, приглашают, уже езжу как на дачу Слушай, а вот самому же все равно должен быть, ну, в любом случае, какой-то рост, новые прицелы, там, да, какие-то планки Вот это, ты сейчас себе даешь отчет, что планка высока, то, что у тебя вот то количество медалей, это еще раз, ну, какая-то задача самому себе Или же это вот, ну, это вот получилось так, а там посмотрим Верите, вот когда после Ванкуера мне наградили, да, и вручили удостоверение заслуженного мастера спорта России, мне психологически не было настроено, ну, я как-то чуть-чуть маялся, да, не мог признать этого заслуженного мастера спорта Я думал, заслуженным должен быть заслуженным Служить, служить, и заслужить Золотую медаль, да, завоевал первую, вот я уже себя почувствовал заслуженным А серебряный бронзу я не мог себя чувствовать заслуженным мастера спорта Вот это вот примечательно, я думаю, что такой ответ вообще мало кто бы дал Слушай, а я бы вообще, вот, прости, Саш, я изучал вот ленты в интернете Очень многие люди вообще предлагают, прямо так и пишут, присвоить звание Героя России, Петюшкова Вот ты как к этому вообще морально, эмоционально готов? Вот посмотри, вот народ, поддержишь, потому что у нас, например, у нас в Белоруссии, у нас в Белоруссии Спасибо вам за плейсмирку У нас в Белоруссии вот Александр Григорьевич Домручевый прислал звание Героя Белоруссии За то, что она вот завоевала там три олимпийских медали Ну, действительно, так, уверенно, четко, и такого не бывало еще до этого И вот он, как глава страны, как вообще, как... Для меня любая награда, гордость будет А там уже решение должны принять, мне это не решать Спасибо, Роман Петюшков, который за эти 10 дней стал шестикратным паралимпийским чемпионом Это невероятно, спасибо большое Спасибо Мы сейчас вернемся на рекламу и новости Давайте с вами Спасибо